Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На портале Экзегет читаем книгу Руфь, вторая глава. Продолжается история, это удивительная история, в центре которой две женщины, Руфь и ее свекровь Наимень. У Наимени, которая, как мы помним из рассказа первой главы, вернулась с пустыми руками в родную землю, с чужбины, у этой вдовы, так начинается вторая глава, был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Элимелехова, Элимелех, так звали мужа, и вот у него был человек знатный, родственник по мужу, имя ему Бооз. Бооз, так точнее звучит по-еврейски. Бооз, это значит в нем, бо, оз, сила, так переводится это имя, в нем сила. Можно понять, что сила в этом человеке, такое дали, вот родители ему имя, видим, что ребенок родился крепким, дали ему имя, в нем сила. А можно понять так, что в нем, то есть в Боге, сила этого человека. И сказала Руфь-Моавитянка Ноемини, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей, пойди, дочь моя. Две бедных вдовы, свекровь и сноха, живут, им нечего есть. И вот тут жатва ячменя. Ячмень – хлеб бедных, в отличие от пшеницы. Идет жатва ячменя, весна, а зимы культуры. И она собирается пойти собирать за жнецами колосья. Вполне по установлениям Моисеева закона. В книге Левит, 19 главе, 23, в книге Второзаконие, 24 главе, мы читаем о том, что это право бедных. И даже дается указаниям хозяевам и жнецам этих полей не дожинать до конца край поля. А если что-то упадет, между снопами там или во время жатвы, оставлять, не подбирать до конца. Чтобы бедные, вот такие как Наиминь, как Руфь, или пришельцы, или странники, могли эти колосья собирать и ими питаться. Помните, Иисус с учениками идет за сеной полями. Ученики, проголодавшись, срывают колосья, растирают эти колосья руками. Полова от колосьев отлетает, от зерен отлетает они уже зрелые, Мекина. Остаются колосьи, они эти сырые, остается зерно, они это сырое зерно едят. Претензия законников к Иисусу и его ученикам вовсе не в том, что они чужое зерно, там три колоска, где-то нашли, сорвали, скушали зерна из этих колосков. А в том, что они это делают в субботу. А вот брать на полях, на чужих садах, там, где после сбора урожая остались или зерна, или колосья, или, если это виноградник, то остались ягоды где-то, или там смоку на вершине смоковницы. Это можно, это по закону Моисееву так, это специально для бедняков земли оставляется. Не надо до конца обивать оливу, не надо до конца все до последнего яблока с яблони стряхивать. И нельзя дожинать до самого края поля, и нельзя подбирать колоси, которые валяются между снопами. Нельзя это делать хозяевам, а бедным людям, странникам, и вот таким вот вдовам, как Руфь и свекровь ее, но и Минь, им как раз это можно и нужно, это для них все оставлено. Законы достаточно человеколюбивые, но понятно, что в реальной жизни все зависит от доброй воли хозяева, хозяев этих полей. Вот Вауз был человеком добрым. Итак, она пошла, 3 стих, и пришла и подбирала в поле позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Ваузу, которая из племени Авимелехова. Вот Господь так и направил Руфь, что она оказалась на поле как раз этого богатого и знатного родственника. Родственника своего покойного свекра, свекра этой Руфи, Эли Мелеха, этого родственника зовут Бооз. И вот Бооз пришел из Бейт-Лехама и сказал жнецам, Господь с вами поприветствовал их. Они сказали ему, да благословит тебя Господь. И сказал Бооз слуге своему, приставленному к жнецам, чья это молодая женщина. Молодая женщина, он видит ее, она, бедняга, трудится, там собирает эти колосья себе в подол, или может в мешок какой-то. Собирает их, трудится. Бедная вдова. Слуга, приставленный к жнецам, сказал, это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Ноеминью, с полей моавитских. Ноеминь была известна всем в городе Вифлееме, а вот с ней невестка или сноха, пришедшая с полей моавитских. Моавитянка, чужеземка. Мало того, что она вдова, она еще чужеземка. Вдвойне несчастная и вдвойне социально незащищенная женщина. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла и находится здесь с самого утра до сели. Мало бывает она дома. Женя, мало бывает она дома, говорит, видимо, о том, что уже не первый день собирала. Она за жнецами подбирала упавшие колосья. Видимо, Бооз был долго в отъезде, в командировке. И сказал Бооз Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Бооз понимает, что Ноеминь его родственница. Но мало этого понимать, он мог бы вполне сказать, ну ты собрала вот себе маленько, все, проваливай отсюда, ешь там хлеб свой с Ноеминью. Но он был человеком добрым, как говорится, джентльменом. И он сказал, никуда больше не ходи, я тебя обеспечу колосьями. Будь с моими же служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя, то есть не прогонять. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. И жарко, уже весна в разгаре, солнце днем припекает, и пить охота. Не бегать же ей каждый раз в дом к Ноемине, чтобы пить воду. И вот он любезно говорит ей, пей вместе со своими слугами, черпай. Она пала на лицо свое, то есть поклонилась лицом до земли, арца, и поклонилась до земли. И сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я чужеземка. Чужеземка. Бооз отвечал и сказал ей, мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего. Вот ты оставила твоего отца и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. То есть ты проявила великодушие по отношению к моей родственнице, говорит Бооз, и я теперь проявляю великодушие к тебе. Вот уж действительно, что посеет человек, то и пожнет. Не ожидала ни наимень, ни руфь такого человеческого доброго отношения к ним со стороны Бооза. И он не обязан был так отвечать им таким благоволением. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Поэтичное выражение. Бог, под крыльями которого покоятся его чадо, его верные. В книге «Второзаконие» говорится, я словно на крыльях орлиных носил тебя, народ мой, говорит Господь, под кровом крыл твоих. Часто обращаются в молитве израильтяне к Богу, укрой нас. И вот здесь этот же самый образ под кровом крыл Божьих желает Ваос, чтобы нашла упокоение, успокоилась руфь. «Она сказала, да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей. Между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Проявляет скромность, это молодая женщина, проявляет смирение. Это, видимо, свойственно было ее характеру. Она была верная, добрая, скромная. Скромность украшает дев и женщин. «И сказал ей Бооз, время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». Уксус – это на самом деле такой напиток, смесь, в котором есть и, собственно говоря, уксус винный, есть и ферментированная часть вино, смешанная с водой и с какими-то пряностями еще, с ароматами, в которой обмакивают хлеб. Лепешка хлебная, кусочек берется, обмакивается в этот уксус и едят. «И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась». Наверное, не двенадцать коробов, но что-то осталось. «И встала, чтобы подбирать». Бооз дал приказ слугам своим, сказав, пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. То есть относитесь к ней по-человечески. Босс – хозяин, он господин над этими жнецами, это его слуги, он хозяин этих полей, он хозяин этого урожая, долгожданного после засухи урожая. «Да и от снопов, продолжает он речь, обращенную к слугам, к жнецам, и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее. Сколько бы много она не подбирала, как бы много вам это не казалось, большим количеством, набила на себе там целый мешок, действительно там будет много, когда она придет к наимене, вы ни в коем случае ее не броните, не обижайте, не прогоняйте. «Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное, и вышла около ефы и чменя». Ничего себе, около ефы и чменя. Ефа – это приблизительно 45 литров. Мера веса сыпучих тел, эфа, большая мера, около 45 литров. Вот сколько она намолотила. То есть она эти колосья собирала, молотила, где-то рядом видно было гумно, она сдавала туда. Вот, и вышла целая ефа зерна, и чменя. «Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала». То есть, видимо, она этот мешок, 45 килограммов, она себе приволокла в город, в город Бейтлехем, дом хлеба. «Свекровь ее, наимень, увидела, что она набрала, и вынула ружь из пазухи своей». Курсивом набрано здесь, в синодальном переводе, можно сказать, прочитать просто. «И вынула и дала ей то, что оставила, наевшись сама». Что она здесь вынула? Наверное, не 45 литров ячменя, а, наверное, вот тот хлеб, который она ела, часть которого обмакивала в уксус по благословению Бооза. Видимо, половину этой лепешки, этого каравая она принесла на имени. «И сказала ей свекровь ее, видя огромное количество зерна, где ты собиралась сегодня и где работала?» Огромное количество, наимень, удивлена, и поэтому говорит, «Да будет благословен принявший тебя». Тот человек, который позволил тебе столько собрать, да будет он благословен. Пусть Господь его благословит. Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала, «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Бооз, в нем сила». «И сказала Ноемень, услада, снохе своей, Рут, «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». Благословения, как и проклятия, имеют огромное значение. И мы везде видим в Священном Писании, встречаемся и с благословением, и проклятием. «Благословен тот, кто поступает человеколюбиво, и проклят тот, кто угнетает ближнего своего». Вот Вовоз был человек благочестивый и с ближними своими. А кто его ближний? А вот эта вот несчастная мавитянка оказалась для него ближней. Вот он ей оказал милость. Вспомним притчу о милосердном самарянине. Иди, и ты делай так же, как этот самарянин, этот человек вообще не из твоего племени и достойный презрения. Он оказался самым ближним для впавшего в разбойники. Вот здесь самым ближним для мавитянки оказался Бооз из другого народа, из другого племени. «И сказала Ноэминь снахе своей, благословен он от Господа за то, что не решил милости ни живых, ни мертвых». Ни живых, ни мертвых. То есть Бооз проявляет милость еще к своему умершему родственнику Авимелеху. Элимелеху. Вот этот Элимелех, муж Ноэминь, умерший в моавитской стране, близкий родственник его Бооз, заботясь о моавитянке Руфи, снахе Ноэминь, он оказывает благодеяние не только им живым, но и вот этому своему близкому родственнику Элимелеху тем самым. «И сказала ей Ноэминь», раскрывает ей, очень важную дает информацию, «человек этот близок к нам, он из наших родственников». Это очень важно, родственники должны друг о друге заботиться. «Руфь моавитянка сказала, он даже сказал мне, будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы своей». Вот эти служанки жнут, жатва от зари до зари день-год кормит, надо все собрать по-быстрому урожай, и работают от зари до зари жнецы. «Пока не окончат жатвы своей, все эти дни будь с ними». «И сказала Ноэминь, снахе своей Руфи, хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». «Так она была со служанками его озовыми, и подбирала, доколе не кончилась, жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей». «Сначала жатва ячменя, к этой жатве ячменя приурочено празднование Пасхи, первая половина весеннего месяца, месяца Ниссан, празднуется в середине этого месяца Пасха, Песах, и жнут пшеницу в это время, чуть раньше, чуть позже жатва ячменя. Потом Пятидесятница, жатва пшеницы. В зависимости от того, холодный год был теплый, теплая была зима, холодная, дождливая, засушливая, то это может происходить по нашему календарю в мае или в июне, в разное время. В это же время примерно происходит празднование Пятидесятницы, Шавуот. Шавуот, Шавуа – это неделя, Шавуот – это недели или седмицы. Семь седмиц, 49 дней после Пасхи празднуется Шавуот. И приурочен этот праздник к жатве пшеницы. Вот жатва ячменя, жатва пшеницы – двух озимых зерновых культур, основа питания древнего иудея. Вот происходит жатва. Когда жатва богатая, урожай хороший, очень большой праздник, большая радость. Так же, как осенью, сбор плодов, фруктов и овощей. Последний стих, 23. «Так была она со служанками воозовыми и подбирала, доколе не кончилась, жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей». У свекрови жила и во время жатвы ячменя и пшеницы всю весну работала на полях, хозяином которых был этот добрый человек Бооз. Запись сделана для портала «Экзегет». Продолжение следует...